Какая фэнтези-раса самая популярная? Когда я дамою гребаную кружку? Какая эльфийка готова со мной переспать? Сегодня я отвечу вам на эти вопросы. Или не отвечу. А если ты не посмотришь этот ролик до конца и не жахнешь Моргенштерном по кнопке с пальцем вверх, то тебя сожрут гоблины. Эй, а чё сразу мы? Мы заказывали гребной сумм. Цыц, козявки, мы тут стопчиком разбираемся. Давайте это, приступаем. И начнем с замыкающих данный рейтинг. А это оказались полурослики, хоббиты или же халфлинги. В принципе, все эти названия одно и то же. Изначально вроде как имелись только господа хоббитцы. И шли они своей гордой босой походкой по миру, пока наследники Джона Толкиона не решили всем сказать, что, мол, хрен там плавал, господа, на слово хоббит у нас права. Тогда-то пронырливые господа из Wizards of the Coast и переименовали своих хоббитов в халфлингов. Но, в принципе-то, всем все и так осталось понятно, кто это. Если вкратце... Хе-хе, вкратце. Хоббиты. Вкратце. Хе-хе, занятно. Короче говоря, это фэнтезийная раса низкорослых существ, внешне похожих на человека, значительно уступающих ему по своему росту и не компенсирующих это мощной комплекцией. У полуросликов, халфлингов, те же самые характеристики, что и у хоббитов, лишь в несколько измененном варианте. Как говорится, сколько людей, столько и мнений. И у каждого писателя нынешних дней имеется собственное. Потому отличия и есть. Появившись впервые на страницах сказки, хоббиты стали полноправными членами фэнтези, сделав этот мир магов и героев более реальным, близким и понятным нам. Маленькие, простодушные человечки вызывают не меньше интерес, а порой и большую симпатию, чем суровые гномы и великолепные эльфы. Их житейский героизм покоряет наши сердца. Простые селяне Толкиена, напоминающие житель патриархальной Англии, попадая во вселенную D&D, становятся предприимчивыми авантюристами, сохраняя в душе любовь к дому и комфорту. Но что это мы-то многовато времени уделяем столь маленьким делам? Хе-хе-хе-хе. Ах, меня посадят на кол за все эти издевки. Так что давайте, пока легавых не налетело, продолжим. Ибо у нас тут зверюшки. Да еще и оборотней всяких я сюда отнес. Собственно, зверолюди — это термин, обозначающий расы, которая содержит в себе частичку животного. Иначе называются полузвери. Ну а оборотни — это мифологические и фантастические существа, способные принимать облик человека и зверя. В бытовой речи оборотень часто обозначают волка-оборотня. Но в мифологии и фэнтези встречаются разные виды. От восточных лис-оборотней китсуне до кошачьих оборотней. И даже до акул и насекомых оборотней. Как мы видим, весь этот пласт зверочеловеков закручен ночом, ну, понятное дело, на том, что туточки у нас скрещиваются и человек, и зверюшка. Что примечательно, каждый автор с этим видом пытается выпендриться круче предыдущих и скрещивает таких существ, что мам родненькая. Лично у меня приступ нехватки выпивки в тот момент, когда думаю о том, как же появилась первая особь того или иного подвида. Эй, эй, живо разошлись все. Бойзы пришли стукать за то, что нам отдали так мало голосов. Спокойно, спокойно, присаживайтесь, господа, послушайте и про вас. Ну, вы поняли, да. Это вы определили на пятое место орков. Я тут ни при чем. Голосовали вы? Орки, собственно, что? Они, ребята, забавные. Они топчут посевы, жгут деревни, насилуют крупнорогатый скот, выполняют всю грязную работу свирепых и малоинтеллектуальных антагонистов, порученную им авторами. Орки, гоблины и десяток других наименований похожи как близнецы. Далекие родственники и совершенно разные биологические виды. Они прочно прописались в фэнтезийных мирах и иногда проникают даже в космическую фантастику. И даже в альтернативную современность. Несомненно, зеленокожая или серокожая бести – одна из любимейших фэнтези-раз. И нас еще ждут десятки и сотни свиданий с ними на страницах книг. В мониторах, киноэкранах и в настольных играх. А нынче и не в каждой вселенной они такие уж и жуткие творюки. А иногда даже и погуманнее всяких там длинноу... Извините, давайте-ка продолжим. Гляньте-ка, это ж дворфы, дети подземелий. Да, обожаю этих карапузов. Они сражаются тяжелыми секирами, пьют пенящийся эль и носят длинные бороды. Они остры на язык, ворчливы и недоверчивы. Они готовы на все ради сокровищ и ненавидят тех, кто может посягнуть на их добро. Они живут в Средиземье, в Ферруне, в Возроте, да вообще везде. Их не встретить среди нас. Но все мы знаем, что они где-то рядом. Да-да, под землей. Дворфы пользуются такой же популярностью у любителей жанра фэнтези, как и у орки. Возможно, они не так колоритны, но оттого они не менее круты и важны для фэнтези. Может, тяжелая жизнь научила их не высовываться? Уж слишком много было желающих поживиться их сокровищами. И использовать их мастерство в своих корыстных целях. Но каждый, кто нападает на них, должен быть готов к топору, торчащему из собственной башки. А вот с третьим местом вы меня удивили, господа. Вот не подумал бы. Короче, смотрите. Вы сюда всунули... Человеков. Человек — единственный представитель фантастического бестиария, с которым мы встречаемся каждый день. И пусть он в большинстве миров представляет собой существо с самыми усредненными характеристиками, и ровно ничем особым не отличается, мы с вами прекрасно знаем, что нет зверя страшнее человека. На первый взгляд перед нами милое и безобидное создание, а на самом деле самый сильный и хитрый монстр во всех вымышленных вселенных. В человеке, если вдуматься, нет ничего волшебного. Однако некоторые особи все же умудряются стать великими магами. Вряд ли можно утверждать о наличии некого расизма в фэнтези, но факты говорят сами за себя. За редкими исключениями, краеугольным камнем вымышленной истории является человек. И в этом нет ничего неестественного, ведь в конечном итоге фэнтези пишется про людей, и что самое главное — для людей. Вот так-то. А теперь дальше. Ну, наконец. Давайте уже про второе место и перейдем к великолепным и непревзойденным лидерам, ко мне и моим братьям-эльфам. Хе-е-е, нет, молодой человек. Хотя хрен у нас эльфов разберешь, молодые вы или нет. В общем, как раз сейчас мы про вас и поговорим, ведь гости наши определили именно эльфов на второе место. Эльфы, они же остроухие, они же перворожденные, они же дивный народ, они же мудрейшие из живущих. И вообще, этот список можно продолжать очень долго, ведь каждый автор фэнтези, который упоминает в своих книгах об этой расе, дает им свое собственное название или самоназвание и пытается добавить к их уже известному облику что-то оригинальное. Понятное дело, разновидностей эльфов десятки, если не сотни. Основной, так сказать, фишечкой для наухих является их почти бессмертие. Ну, не вспомнилось мне ни одной вселенной, где эльфы старели бы наравне с теми же человеками. Ну, а еще одна отличительная их черта, которая частенько встречается, это их своего рода эдакая возвышенность, вся такая пафосность, надменность, бесит в общем. Но вы не обижайтесь. Давайте я вам лучше расскажу о том, кто у нас на первом месте. Итак, разойдись. Пропустите этих ребят, за которых отдали большинство голосов. Встречайте победителей и дадим им слово. Спасибо, спасибо, очень познавательно. Да, перед нами нежить и все ее разновидности. Вообще, нежить можно разделить на две категории. Такие как материальные существа и бестелесные существа. Тут все просто. Смотри, вот у нас яркий представитель материальных. Зомби обыкновенный. Спасибо за комментарий. К этим же братишкам мы можем отнести всяких там вампиров, мумий, скелетов, лечей, гулей, драугров и все, что можно палкой потыкать. Ну, а бестелесные это всякие там призраки, тени, банши и вся вот эта чертовщина. Увы, но чаще всего нежить выступает на стороне засранцев. И потому вам, моим дорогим героям, постоянно приходится их повторно умерщвлять. Ну и в общем, надеюсь, никого не обидел и не последует обвинений в расизме. Ведь места распределял не я. А сейчас вот быстренько. Давай, кидай монетку с пальцем вверх, на канал подпишись и колокольчик вот ударь. Пусть хранят вас боги. До встречи в фэнтези-товерне! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!